Ну что ж, с блок-схемой мы разобрались легко и просто. Несмотря на свои недостатки, такую схему собирать можно. Давайте переходим к электронике. Все-таки учиться электронике надо должным образом и рассматривать электронные схемы. Пока что не будем выявлять ошибки, а просто рассмотрим, из чего состоит данная электронная схема. Как я уже говорил, микрофоном для данного усилителя, собранного на двух транзисторах и двухкаскадного, служит головной телефон соседнего устройства. То есть микрофон будет все-таки передавать вот по этим проводам и он здесь отсутствует. Еще раз покажу, где он должен находиться. Он должен находиться в другом устройстве. Это микрофон. Соответственно, усиленный сигнал, попадая на базу этого транзистора через конденсатор, будет усиливаться и звучать вот в этом головном телефоне. Еще раз скажу, по режиму умолчания данный усилитель и данный головной телефон являются просто приемником и усилителем сигнала, как обыкновенный звуковой усилитель. Схема практически стандартная, ее можно сразу собирать. Но прежде чем собирать, обратите внимание на параметры и номиналы деталей. Как всегда, вся схема техника, она состоит из разного рода деталей, номиналы которых и есть тонкости создания электронных схем. Давайте посмотрим на батарею. Это крона, как правило. И на этой батарее подписано питание. B1 имеет 9 вольт. Это напряжение 9 вольт, достаточно высокое для основного набора любых радиодеталей, в том числе транзисторов, в том числе и конденсаторов. Вы можете хорошо видеть, что в этой схеме использованы оксидные или так называемые полярные или же электролитические конденсаторы, которые имеют и плюс и минус. Переополюсовку допускать у таких конденсаторов лучше не надо, это раз. А во-вторых, никогда не стоит превышать напряжение, рабочее напряжение подобных электронных устройств. Это грозит выходом конденсаторов из строя и вовсе не из-за того, что их пробьет и они взорвутся. Нет. Если мы будем завышать напряжение на этих конденсаторах, то в конце концов они утратят свои нужные параметры и конечно же выйдут из строя и эта схема перестанет работать. Почему я акцентирую внимание именно на этих конденсаторах и на батареи? Да потому что батарея у нас 9 вольт, а номиналы конденсаторов, указанные в схеме в заочной школе радиоэлектроники, имеют параметр 6 вольт. Тут конечно можно сказать о тройном запасе прочности советских радиодеталей, но скажу я вам, не все радиодетали, во-первых, советские и не все радиодетали, во-вторых, качественные. То есть о запасе прочности лучше не говорить, лучше использовать номиналы, которые превышают напряжение питания батареи. Ведь напряжение на этот конденсатор и на этот подается практически без ограничений. Еще раз напомню, что мы рассматриваем и читаем схему вовсе не какого-нибудь недоучки Кулибина или человека, перерисовавшего на обум схему из интернета и опубликавшего его в журнале. Мы читаем учебник. Этот учебник это заочная школа радиоэлектроники. Эта школа учит нас электронным схемам и обучает нас их делать правильно и практично. О практичности мы уже поговорили, теперь о правильности. О правильности, ну да, здесь есть двойной усилитель, у которого параметры конденсаторов указаны с заниженным напряжением. Это нехорошо. В остальном все вроде бы отлично. То есть схема простая, двухкаскадная. Эмитеры этих транзисторов, а транзисторы здесь указаны, направлены, конечно же, на плюс батареи. Все тут хорошо, кроме, обратите внимание на номиналы вот этих резисторов. Да, с помощью резисторов задается рабочая точка и смещение на базу данного транзистора. И номиналы первого каскада, как правило, всегда должны быть больше, чем номиналы второго каскада. Почему? Смещение первому транзистору дается чуть-чуть совсем слегка. Для того, чтобы он вышел в небольшое рабочее состояние, то есть небольшой ток через себя пропускал. Небольшой ток ему нужен для того, чтобы он не хрипел, хотя можно было обойтись для данного типа транзисторов вообще без смещения. Но здесь указана рабочая точка, и эта рабочая точка, благодаря низкому сопротивлению вот этого резистора, 6,2 кОм, слишком завышена. Особенно это бросается в глаза, когда мы видим, что нагрузочное сопротивление, которое является смещением для второго каскада и второго транзистора, оно отнюдь не меньше смещающего сопротивления первого каскада, а больше в несколько раз. Тут 20 кОм использовано. Да, этот транзистор не перегреется, этот транзистор в принципе нормально смещен и звук будет, но делать так крайне неверно. Если бы мы хотели дать нормальную точку рабочую для этого транзистора, мы бы все-таки поменяли местами. Резистор 20 кОм лучше поставить сюда, а резистор в 6 кОм поставить сюда. В имитерной цепи стоит сопротивление с рабочим конденсатором, который по переменному напряжению, по переменному току, имеет минимальное сопротивление. Все хорошо. Такие цепочки очень часто используют для увеличения коэффициента усиления транзисторов и однотранзисторных усилителей. И эта же рабочая точка может быть и точкой передачи сигнала на второй транзистор. Но здесь применена классическая схема. В имитерной цепи стоит резистор с конденсатором. В качестве нагрузки для этого каскада сопротивление 20 кОм, а сам транзистор напрямую без конденсаторов подсоединен прямо к коллектору. Вот этот транзистор базой подсоединен коллектором непосредственно к этому транзистору. То есть практически это прямая связь. Далее цепочка в принципе эмитерная повторяется. И вот тут обратите внимание, где будет стоять еще один конденсатор, еще один резистор. Это точно такая же цепь. Но нагрузка находится в довольно интересном месте. То есть вот этот телефон, который является динамиком и звукоизлучателем, он оказывается у нас привязан в эмитерную цепь. Сделано это для того, чтобы снимать сигнал именно вот из этой точки. Сигнал снимается со второго каскада в эмитерной точке, что тоже в общем-то нехорошо. Как правило, все-таки если здесь использована коллекторная точка, для которой этот транзистор является максимально усиливающим элементом, то здесь коллектор соединен напрямую практически на батарею, а эмитер, и именно с эмитера снимается звук на головной телефон. Возможно, создатели этой схемы не смогли победить вот эту кнопку, потому как вот эта линия должна подключаться к этой базе через этот конденсатор еще и на такой же телефон из соседнего устройства. Но я думаю, если посидеть и немножко подумать и порисовать карандашом, все можно было сделать гораздо проще. Теперь давайте пройдем к описанию этой схемы, ведь любая электронная схема, она должна быть с легендой. И возможно, если я что-то не понимаю в этой схеме, оно описано в тексте. И в текст надо вчитываться внимательно. Что ж, давайте внимательно вчитаемся в текст. Что тут сказано про принципиальную схему? А теперь познакомимся с принципиальной схемой переговорного устройства. Рисунок 2 мы только что рассматривали. Усилитель низкой частоты двухкаскадный. Мы это видели. Хорошо. Первый каскад, собранный на транзисторе Т1, усилитель напряжения. Вот тут я прошу вас остановиться. Первый каскад усилителя это усилитель напряжения. Итак, перелистываем снова эту схему. Схему из учебника. И ищем здесь усилитель напряжения. Первый каскад на транзисторе Т1 это усилитель напряжения. Честно говоря, я не особо разбираюсь в усилителях тока и напряжения, Но, как правило, если я чего-то не знаю, я иду к учебнику и смотрю в учебнике схемы. И в одном из учебных пособий усилитель напряжения изображен именно вот так. Это усилители с общей базой. Давайте посмотрим, как входной сигнал проходит и что усиливает. Здесь написано черным по белому, что схема обеспечивает усиление по напряжению. То есть это и есть усилитель напряжения. По току данная схема усиление не дает. В нашей схеме обещано, что вот такая схема не усиливает ток, а усиливает напряжение. В банальном смысле эта оговорочка в принципе принимается. Потому что в этой точке действительно в тот момент, когда будет открываться и закрываться этот транзистор, будет изменяться напряжение. Потому как ток через этот резистор будет проходить по-разному. Но подобное соединение никогда не называлось усилителем по напряжению. Подобные соединения, чтобы сделать их усилителем по напряжению, обычно ставят транзистор вот таким вот образом. На батарею непосредственно заведена база, а в коллекторной цепи находятся все нагрузки вместе со всеми вот этими согласующими конденсаторами. Вот аналогичная схема, которая должна усиливать звук в двухкаскадном режиме. Либо вот подобная схема, всего лишь на одном транзисторе и содержащая один каскад. Она также хорошо усиливает сигнал. И головные телефоны включены в коллекторную цепь данной схемы, если это усилитель по напряжению. Давайте посмотрим, на что может быть похож вот такой вот усилитель. И как он описывается в иных печатных изданиях. Продолжение следует...